Всем доброе утро! Начинаем новый влог. Я обещала вам рассказать фритату, как готовлю завтрак. Мясо. У меня здесь идейка. Можно курицу, грудку я обжариваю на маленькие кубики. Можно на сухой сковородке. Специи, соль, паприка, чеснок сушеный и специи для курицы. Дальше нарезаем красный перчик, ну или желтый, обычный болгарский перчик, помидоры. Я делаю часть детям без этого и часть, которую мы будем есть с овощами. И дальше заправка яйца. Здесь у меня штук 5, наверное, яиц, сыр и немножко молока, соль, специи. Все заливаем равномерненько. У меня еще остался шарик моцареллы, которого заканчивается срок годности. Я решила еще вот так вот выложить. Так обычно на пиццах выкладывают. Вот я тоже вот так выкладываем. И отправляем в духовку, в принципе, пока вот яйца с молоком не зафиксируются, не поднимутся. И все. Вкусный завтрак. Ну или ужин. Кстати, как вариант, тоже готов. Или обед. Вот такая получается запеканка. От меня добавилась моцарелла. Осталось соус песто сюда еще положить, и получится практически запеченная пицца. Вот, только без теста. Подготовила уже тарелочки. Обязательно овощи, зеленушечка, Гриша, огурчики. Сейчас будем кушать. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Небольшая продуктовая закупка из магнита. По 100 рублей купила вот такие желудки. Мне кажется, это хорошая цена, потому что где-то я их дороже видела. Очень вкусные. Я их готовлю по рецепту, и они получаются как говядина. Очень вкусные и, кстати, полезные. И можно из них даже делать типа жульена такой, с сыром. Говядина? Да, говядина. Как жульен получается в духовке. Сначала долго-долго варим их, а потом нарезаем, и можно в духовке как запеканку делать. Руколу купила. Дальше вот эти 4 продукта из магазина Красно-Белая. Там хорошая рыбка, вот эту беру, Балтийский берег. 270 рублей, это хорошая цена. По-моему, здесь 200 грамм кусочек. А, 150. Вот. Дальше там берут иролини вот эти с чесноком. Большая упаковка творожного сыра. 140 рублей, здесь 220 грамм. И вот тук. На перекус иногда, как снеки детям. Дальше опять магнит у нас капуста. По-моему, 100 рублей, 109. Апельсины по 99, вкусные, хорошие. Прям отборные. Огурчики. Вот такую рыбу взяла. 200 с чем-то рублей она стоит. Здесь стейк, зубатки. Разморожу, на ужин сделаю. Это я хочу сделать, знаете, что? Супчик с плавленым сыром. Вот взяла специальный Хокланд, чтобы его растопить в конце в супе и сделать сливочный суп. Зубную пасту, сплат. Где-то у стоматолога подсмотрела, что вот это хорошая паста. Но ее не всегда нужно использовать окурсом, вот отбеливающая. Чеснок сушеный. Гранола с 90 с чем-то рублей, 99, по-моему, или 105 на завтрак. Скидка 40%, она, наверное, дороже стоила. Ну, по крайней мере, так написано. И киви. Киви вообще очень люблю. Две штуки на завтрак часто съедаю. Либо у меня два киви, либо апельсин. Дольками нарезаю и к завтраку добавляю. Вообще обожаю киви. Это мой, наверное, самый любимый фрукт после апельсина. Ребята, вы посмотрите на эту шикарную погоду. Обалдеть. Нам нужна щетка, чтобы почистить машину. Вот это заметает сугробы. У нас есть вот такая щёточка в багажнике. Сейчас мы быстренько... Вот это февраль месяц. Практически новогодний джингл-беллс. Ножки отряхивай и заходи. Ай, нет, Гриша! Зачем? Дай сюда. Все, залезай, пока буду вытряхивать снег теперь в салоне. Отряхивай, отряхивай. Еще, 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 еще. Вот. Заходите. Гриша говорит, что это цунами снега. Мы приехали на подготовку. Ну, точнее, к репетитору. Вот это цунами. Все машины снегу. Сейчас занятия сходишь, потом погуляем с тобой, хорошо? Да, да. Все в снегу. На Новый год столько снега не было. Весной. Машину почистила. Единственное, не знаю, на сколько хватит. Снег идет. Ну, так. Не прям метель, но метет. Мне кажется, мне красный нос. Такая погода шикарная. Вот я люблю, когда... Пусть лучше будет минус 4, минус 5 снежок, чем будет ноль. Но будет такой холод, знаете, собачий. Влажность. Даже плюс 2 бывает, плюс 3. Но влажность и не очень приятно. Мне кажется, я красная вся. Так, пока Дэша занимается, он занимается полтора часа, я поеду на почту, заберу, там мне пришло заказное письмо и посылку в СДЭКС заберу. Мне там дошла сковородка. Вот. Сковородку, которую можно и на плите, и в духовке использовать. Там съемная ручка. Сейчас заберем, все посмотрим. Мы решили погулять немножко после занятий. Вон Гришаня делает снежного ангела. Ну, давай, делай, делай. Шире, шире, руками, крылья побольше делай. Все. Можем на площадку идти. Такая площадочка хорошая. Давай, вот смотри, какой получился. Аккуратно выходи, смотри, какой красивый. Все, теперь похож. Аккуратно выходи. Не оставляй следов. Красиво. Все, на площадку бежим? Давай. Чуть погуляем и поедем домой. Погода просто волшебная, сказочная. Снежное цунами. Кстати, на площадке до нас вообще никто не гулял. Следы, оно вот тут вот есть чуть-чуть. А так вот все пусто. Гриша следы оставляет. Первые. Видела? Видела? Раз, два, три. Так, мы зашли в магазин, называется «Правда». Вот в этом магазине в прошлый раз я брала рыбу горбуши. Она оказалась икрой. Вот мы взяли еще одну. Мне кажется, она прям очень некористая. Пузатая такая. Что тут еще есть? Смотрим. У нас риса, кстати, нет. Вот Кирилл просил рис. Можно взять вот рис. Вот цены вам показываю. А что, почем? Для плова. Бурый. Где для плова? Но он пропаренный уже. Нет, давай вот такой бурый возьмем. И возьмем националь. А в чем у него нравится? Националь. Сорт другой, что ли? Он уже пропаренный. А этот бурый. Я не знаю. Рогачок, он 115 рублей. У нас есть мущёнка дома. Всякие консервушки. Чупачом. Даже вон посудка есть. Тарелки, бокалы, терки, подносы. А еще куча всякого вот такого есть. Всякие стиральные порошки. Вон корнирсы даже я вижу. Чипсы, корнирсы. Ну все, поехали за Гришей. А то сейчас успеем. Даже парфюм есть. Для парней готовлю картошку на гарнир. Кстати, уже делилась с вами рецептом. Картошку я отвариваю просто в воде. Не солю, не перчу. Потом сливая воду, добавляю соль, перец, сметану, масло. Точнее сначала масло, потом сметану. И можно еще, если дети у вас едят, или вы любите, немножко чеснока, измельченного лука репчатого. И все. И получается очень вкусная картошка. Детям делаю без лука. А, и укропчик обязательно еще. Вот, чуть не забыла. Солить самое главное в конце. А, курочка у меня в духовке. Ой. Дым заполонил. Вот такая румяная получилась. Я ее замариновала. И она уже готова. Ждем, пока доварится картошечка. Курица просто красотка. Как на картинке. Наверное, еще и вкусная. А у меня будет вот такой прием пищи. Здесь куриная грудка. Из той курицы, которую я запекала, сняла с нее кожурку. Шкурку. И вот так нарезала. И овощи. Огурец, перец и редисочка. Редиска такая обалденная. Артем вчера купил. Вечером. Но я уже ее не ела. Потому что мое время закончилось. Вот сегодня буду на обед. Сверху зеленушечка. Я сегодня была у Юли. В салоне делала бровки и ресницы. Это была коррекция. Смотрите, какая красота. Мне очень нравятся брови. Они смываются. Это окрашивание. Не знаю, краской или ухной. Во все время это тоже делаю. Хотела вам сказать по штанам. По поводу своего результата. Вот эти штаны на мне сидели вплотную. То есть вот так вот не было. Вот так вот. Они просто были вплотную. До Нового года я их мерила. И теперь они мне чуть-чуть вот как бы вот. Ну вот видно, что вот тут вот видите. Образовалось пространство. Посчитаю сколько. 7 килограмм. 7 килограмм. Еще нет двух месяцев. Я думаю, что через два месяца должно быть 10. Вот. Вот так выглядит 7 килограмм. Не сильно еще видно талию. Но уже лучше, чем было. Особенно талию хорошо, лучше видно по утрам. А сейчас вот я поужинала. Рано ужинаю. Стараюсь в 5-6 часов уже поужинать. Закончить все приемы пищи. Я вам попозже подробнее расскажу. Про свое питание. Про свои результаты. Когда уже будут первые значительные результаты. А, хотела вам сказать. Вот. Кто спрашивает про интервал питания. Я встаю. Встаю я поздно. Я Кирюшку провожаю в школу. Или Артем его отвозят в школу. Я могу встать в 10 часов. И, соответственно, я завтракаю в 10. В 10-11 часов. Мне поздний завтрак. Потом, если у меня получается, я ем 3 раза. Третий раз у меня ужин в 5-6. А бывает, что я ем 2 раза. Вот это нарушение. Но вот я так иногда нарушаю. Иногда у меня получается завтрак часов в 12. В 11-12. И ужин часов в 5. По 5-го в 5. Вот. У меня получается, помимо того, что соблюдаю меню, у меня еще получается интервал между приемом и пищей. То есть ранний ужин и поздний завтрак. Вот. Вот так. Это тоже очень хорошо на меня влияет. Чувствую себя прекрасно. Волшебно. И уже буду в скорости заказывать новый купальник. К новому пляжному дачному сезону. И мне кажется, у меня шея еще похудела. Вот тут я смотрю фотографии у меня, которые были. У меня тут были прям вот. Большой. Надо было объем шеи, кстати, замерить. В объемах тоже я все замеряю. Объемы уменьшаются. Но вот объем шеи надо было тоже замерять. Вот. Так что на новый летний сезон буду вам показывать. Делать примерку купальничков. Покажу вам стандартную закопку. Если я попадаю в Ашану, то я обычно что беру? Я обычно всегда покупаю мастхэв для семьи филе бедра индейки. Все равно какой марки. Иногда вот Ашановскую марку беру каждый день. По-моему, 499 рублей килограмм. Да. Ну, видите, какой кусман. Здесь килограмм. Бывает Пава Пава продается еще филе бедра индейки. И Инди Лайт. Ну, там, например, 200 или 300, но там грамм 500-600 в упаковке. И в Ашане всегда есть нижний ценник за килограмм. Там получается 500-600 рублей за килограмм, 690 рублей за килограмм. Вот если есть такое, я беру это без косточки и на филе бедра. Я делаю в аэрогриле. У меня два варианта. В аэрогриле я делаю такие, как шашлычки. Наделаю на шпажки, ой, на шампура. И в аэрогриле отправляю шашлычки прям, получается, либо запекаю в духовке прям этот кусман целый с картошкой, с морковкой в стеклянном моем стеклянной кастрюльке, в стеклянном противне, в стеклянной форме для запекания. Must have. Очень легко и быстро. Дальше. Из индейки еще взяла вот этот лонг-свик, кстати, мне тоже стал большой. Мне надо кому-то подарить. Это 48 размер, надо было меньше брать. Если, может, перезакажу, он стоит 500-600 рублей. Но вот за счет того, что у меня спина тоже похудела, у меня тут постоянно слетает, видно лямку. У меня с индейки взяла, по-моему, здесь филе. Не написано, какое, но мне кажется, это идейка, филешка, судя по цвету. Это я хочу на завтрак сделать фритату. Я вам уже показывала рецепт. Можно и на ужин, кстати, готовить. Берем курицу или идейку на сковородке, кубиками на сухую сковородку. Затем в противень, или в форму для выпечки, не в противень, в форму для выпечки. Туда мы добавляем помидор нарезанный, перец болгарский. Делаем смесь из яиц, сыра, можно чуть-чуть молока, все заливаем, отправляем в духовку. И в конце еще можно сыром посыпать, уже когда почти готово. Получается такая вкусная куриная запеканка с овощами. Полезные, вкусные, дети у меня, кстати, тоже едят. Что еще беру в Ашане? Молочко беру. Хотя я его не пью. Я вообще не пью молоко. В принципе, у меня организм молоко не воспринимает. И на моей программе, кстати, там тоже нет молока, только кокосовое или растительное. Яйца село Зеленое. Мы, кстати, были в каком-то городе, по-моему, в Ульяновске. Там в Красно-Белом продают село Зеленые яйца. Почему у нас не продают? В Оренбурге. В общем, где-то продают, прям в других магазинах. У нас только в Ашане. Вот туда хожу за яйцами. Что еще? Не ппшный майонез. С лободу только беру. Нас с пельмешками едят майонез. Да, мы не идеальная. Не идеальная семья. Микрозелень. Очень мне нравится. Микрозелень гороха 100 рублей стоит в Ашане. Это так вкусно. Это вы едите. Я вообще горох люблю. А вот это вот микрозелень, такие росточки. И они вкусные, прям как настоящий горошек по вкусу. Как будто вы вот в горошек едите. С огорода, с дачи. 199 рублей за килограмм. Мне кажется, хорошая цена за цветную капусту. Смотрите, какая хорошенькая, светленькая и невялая. Вот сегодня на ужин буду с филе бедра делать в семье. Укропчик. И в Ашане. Кто меня спрашивал, где я беру креветки? Вот, ребята. Вот эти креветки продаются в Ашане. Вот они. Они свежемороженые. И они очищенные уже. Я вам хочу сказать, что это брать выгоднее. Стоит 900 рублей килограмм. Но есть замороженные вот такие же. Стоит 900-800 рублей килограмм. Они не вареные. И когда вы покупаете вот эти вот замороженные, во-первых, там лед из них растает. Это раз. Во-вторых, пока вы их сварите и почистите, там уже половина, 50% вот этого веса уходит. И в итоге вот я делала вот это выгоднее. Здесь вот на 3-4 порции хватит. Я просто делаю. Вот, например, мне нужно вот столько креветок. Плюс еще кирюха есть. Плюс еще арцом я сделаю. И хочу сказать, что это очень-очень вкусно и выгоднее брать, чем покупать их. Вот здесь на 500 рублей. Здесь полкило. Ну и хватит их на много. И вся семья наестся с удовольствием. И кальмарчики вот такие берут. Тоже охлажденные. Это тоже в Ашане. Я вам показывала салат из кальмара. Если нет, напишите, я вам покажу вкуснейшие салаты из кальмара. Вообще, знаете, как кальмары готовят? Я их заливаю кипятком и потом довожу на сковородке за одну минуту. Вдруг, если я пропустила, напишите. Я вам поделюсь этим рецептом. Пальчики обрежьте, как вкусно. И все. И последнее, что мы взяли, это перепелиные яйца. Я вот думаю, Гриша на завтрак вместо обычных. Я ему такое яйцо варю или обалет делаю. Думаю, вот такие вот варить, ему будет прикольнее их есть. Все, вся закупка. Пойду разбирать продукты и ужин готовить. Очень быстрый вкусный супчик. Морковку немножко обжарила. Потом добавила курицу. Она у меня уже вареная была. Точнее, не вареная, а в духовке запеченная. Разделила. Картошку сюда закинула. Немножко фунчозы и киноа чуть-чуть. В общем, вот такой вот сборный супчик. Экспромт. И сейчас добавлю сюда несколько вот таких плавленых сырочков. Получится сливочный супчик. Вот такой получается вкусный супчик. У нас зеленью. Еще горошек добавила. А детям без зеленушки. Просто вот такой красивый. Покажу вам, какой внутри. Вкусный сливочный супчик. Тем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Нам снова пришла мебель с Вайлдберрис. Продолжаем собирать рабочее школьное место. Мы его по частям заказываем. Это называется надстройка. На стол такая верхняя часть с полками. Там получается открытые полки. Одна такая длинная. Одна боковая. И верхняя полка. Небольшая, закрытая. В виде буквы П. Надстройка. Все это и подходит к тому столу и к тому комоду, который уже у Гриши есть. Я хотела вам показать, как все упаковано. Это, кстати, мы еще в пункте выдачи все проверяли. Обязательно. Что, коробку можно будет тогда выкинуть, да, сейчас? Коробку тогда выкинуть можно будет. Это фурнитура с шеленькой. Ну, все, остальное нам не надо. Мне кажется, это самое легкое. Хотя, может быть, самое легкое был стол. А может, и это самое легкое. Да, там немного прикручивать, там собрать ее. Вот так называется она. Я покажу. Венерди. Ну, в принципе, она не нужна. Тут тоже можно туда выкинуть. Кстати, смотрите, можно два варианта. Можно сделать слева полочки, открывающиеся и дополнительно. А можно справа и так, и так. Вариант есть. Нагрузка 60 кг, это, наверное, максимальная. А вот на эту полку 10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически уже готово. Достал столько фанерки и этот, вот так вверх... А, ты уже сделала ее полочку? Ну и все. Не трудно делается, она не собирается. Фанерки еще. Самое долгое это была... Тумбочка называется, да? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я там уже со стола все убрала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, как у тебя будет полочка стоять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Кирюшка тут, я думала, наоборот. Так. Ну, пробуем так поставить. Так вот, от чего штуку? А, как же? А, он выдвигается, я думала так. Это провод. А что ты? Вот же тут дырка нормальная. Это от этого... Космонавта. Нет, 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 оставляй. Так, оставляй, оставляй. Кирюша в сторону. Вот как было, оставляй. Все. Можно уже пристрелить. Ой, а что он так наклоняется? Перестрелить надо. Там чуть-чуть. Сейчас решим. Надо с ним делать. Сейчас, во-первых, там вещи еще же будут стоять. Ну, так, отходим, смотрим. Ну, отлично. Мне кажется, прям отлично. Что, ненадежно, да, сверлить надо? И куда его? Прямо в стол сверлить? Или лучше к стене тогда? Да нет, зачем? Стену жалко. Ну, стену потом покрасить обои, обои, а стол, а? Старая держаться не будет. Не будет, надо стену крепить. Стол, тем более, можно будет двигать туда-сюда, там. К стене, получается. А как в стене? Да жалко. Не знаю, вот здесь как-нибудь. Вот так, да? Ну, да. Какое-нибудь крепление сделать. Сейчас протрем здесь пыль, лампу поставим. И все учебники тоже. Вот получается, стол вот так выдвигается. Тут вот организация хранения. Плюс комон отдельно. Плюс еще полочки. Сейчас мы все протрем. И Гриша придет, поставит здесь свои игрушки, учебники, тетрадки и так далее. У нас для тебя есть сюрприз. Он находится в твоей комнате. Давай. Так, что-то новенькое. Ну как тебе? Подожди, окошко закрой. Нравится тебе твой амняма поставила. Это у тебя новое рабочее место. Тут теперь все твои тетрадочки поместятся. Смотри, как красиво все. Ты можешь сам доставать тетрадки, расставлять все. Свои игрушечки можешь поставить, которые тебе будут помогать уроки учить. Еще помнишь, что у тебя вот здесь полочка же есть, да? Да. Космонавтик там стоит. Да, и там полочки у тебя. Теперь будешь учить уроки на своем рабочем месте. Это бабушка тебе передала для черчения. Ну как? Нравится новая полочка? Да. Классная, да? Столько места теперь у тебя. Только аккуратно. Она еще до конца не прикручена. Ты ее сильно не это. Не прыгай вот на этой. Не толкай. Толкать не нужно ее. Можно порядок наводить, поделать. Иди, папе тоже спасибо скажи. И папе скажи спасибо. Он тоже собирал. Теперь у Кирюшки рабочее место. И у Гриши. Лампы, кстати, у них. Видите? Удобные очень. Лампа мне очень нравится. Это мы заказывали вот эту на Валберис, а эту на Яндекс Маркете. Тут три варианта. Раз, два, три. Гриша. Здорово, да? Можно теперь... Здорово, чтобы надежно было. Ну, я думаю, потом все равно присверлим.